Тем временем в Нижневартовске студентам, а также старшеклассникам предлагают подзаработать. Более 500 подростков в возрасте от 14 до 18 лет смогут в этом году получить работу. Совместный проект молодежного центра и центра занятости реализуется в столице Самотлора уже несколько лет. С теми, кто работает сейчас, пообщался Алексей Шабанов. Анжелика Таслимолина после уроков сразу спешит на работу. Забот в живом уголке центра детского творчества, где трудится девушка, хоть отбавляй. Нужно почистить клетки и накормить пернатых и мохнатых питомцев. Времени на отдых остается меньше, чем у друзей. Но Анжелика довольна, что есть возможность трудиться и получать за это деньги. Я думаю, это важно, потому что ты более или менее начинаешь понимать, что значит работа. Тем более новый опыт. И я люблю животных. Поэтому я устроилась сюда. Илья Журавлев предпочел шуму и гамму живого уголка, тишину библиотеки. О книгах, говорит, тоже нужно заботиться. К тому же на молодом человеке вся периодика читальни, которую нужно систематизировать. Я группирую газеты за разные годы. Есть несколько видов газет. Например, «Местное время» и «Газета Варта». Их нужно по номерам сложить и за весь определенный год собрать все газеты. С начала года в Нижневартовске в программе занятости уже поучаствовали 105 подростков. Самое большое количество вакансий откроют, конечно, летом. Трудоустройство официальное, с записью в трудовую книжку и отчислениями в пенсионный фонд. Средняя зарплата составляет 6,5 тысяч рублей. Максимально есть работодатели, которые за свой счет доплачивают подросткам. И мы всегда рады приветствовать таких работодателей. И очень им благодарны, что они участвуют в таком социально значенном мероприятии. Трудоустройство подростков – одно из ключевых направлений занятости молодежи в Югре. Ежегодно на трудовую вахту заступают свыше 15 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Спектр профессий варьируется от вожатых курьеров до озеленителей и операторов ЭВМ. Всю информацию о возможных вакансиях для молодых людей можно узнать на официальном сайте окружного департамента труда и занятости. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телекомпания Югра, Нижневартовск.